С воодушевлением смотрю на новые технологии и очень на них рассчитываю. Но то, что происходит с людьми, к сожалению, здесь у меня масса опасений. Вот два акцента. Самые современные прорывы в области нейрофизиологии, а с другой стороны, то, что мы таким образом усилили развитие технологий, приводит к тому, что с точки зрения нейрофизиологии мы будем глупеть. Но мы должны понимать, что мы сильно накосячили с созданием поколения этого Z. И теперь нам с этим что-то нужно будет всем делать. Передо мной поставлена сложная задача рассказать про то, как обучаться и как тренировать свое мышление. Я вам сразу скажу, что это сделать в рамках лекции невозможно. Я даже не уверен, что это в рамках жизни можно сделать. Но ключевые вещи я хочу описать. Не понимая то, как работает мозг, мы просто застрянем в нашем машинном обучении, и наш искусственный интеллект будет, в общем, так себе. Значит, это первое. Но с другой стороны, есть слова Даниэла Деннета. Это один из самых великих философов ныне живущих, который предупреждает нас о том, что по мере того, как развиваются технологии, мы передаем им свои навыки, интеллектуальные навыки в частности. И по мере того, как это происходит, как появляются эти технологические когнитивные костыли, мы сами превращаемся в людей, у которых с интеллектом все хуже и хуже. То количество контента, которое вы сейчас потребляете, несравнимо с тем, что происходило еще 5, 10, 15 лет назад. Сразу хочу сказать, что проблема не в зависимости как таковой. Ну ладно, потребляйте бесконечную информацию. Проблема в том, что в случае детей это приводит к цифровому слабоумию или digital dimension, а в случае взрослых это приводит к информационной псевдодебильности, когда нормальные вроде бы мозги не способны проникать в суть вопроса. Для того, чтобы ваш мозг начал действительно продумывать какую-то проблему и мог сосредоточиться на решении какого-то важного для вас вопроса, ему в среднем необходимо 23 минуты 15 секунд. Это время, когда он выгружает те интеллектуальные объекты, которые у него находятся сейчас в дефолт-системе мозга, по которой мы будем говорить. И когда эти интеллектуальные объекты начинают работать вне вашего сознания, наш мозг думает сам по себе. И потом он просто сообщает нам на уровне сознания, и мы находим объяснение собственному решению. Но ему нужно время для того, чтобы думать. То есть если вы находитесь постоянно в ситуации цифрового потребления, у вас включена сеть выявления значимости и центральная исполнительская сеть, та сеть мозга, которая отвечает за самые лучшие ваши решения, не работает. На самом деле работодатели все больше и больше спрашивают меня. Главный вопрос – как заставить сотрудника включить мозг? Второе – как взять сотрудника, который будет работать и в чем-то разбираться? Люди хотят получать работу, на которой они будут получать удовольствие, которое будет их радовать. При этом они доверяют работодателям. При этом они боятся сделать какой-либо выбор. При этом их амбиции, собственно говоря, все больше и больше ограничены. То есть мы имеем человека нерешительного, но предельно самоуверенного, который хочет получать бесконечное удовлетворение, удовольствие и так далее, но испытывает сложности с тем, чтобы осуществить обычный выбор. Ключевые позиции. На 30% более вовлечены в работу те, кто имеет возможность сделать перерыв каждые 90 минут. Я вам напоминаю на правиле, которые требуют от нас осмыслять ту информацию, которую мы получаем и давать мозгу эту информацию поварить. То есть, если вы постоянно находитесь в многозадачности, вы будете не удовлетворены работой. Вы будете психологически уставать и вы будете менее эффективны. На 60% больше удовлетворены работы, кто способен концентрироваться на одной задаче. Все то же самое, когда у вас есть те 23 минуты и 15 секунд, и вы можете концентрироваться на задаче, а не переключаться с одной на другую. И теперь смотрите дальше. 67% удовлетворенности работы, если у вас есть начальник, начальник, которого вы любите, которому вы хотите приносить добычу во рту, на которого вы равняетесь и от которого вы чувствуете защищенность. И на 70% больше удовлетворенности от работы у тех, кто создает внутри коллектива дружескую компанию, то есть те самые социальные связи, которые стимулируют деятельность нашей дефолт-системы мозга. Хочу сконцентрироваться на этих трех выводах. Первый вопрос это связанный с цифровой диетой. Я про это утвержу и буду продолжать, потому что данные 15-35% больных цифровой зависимостью, это очень оптимистичные данные. Вы начинаете свое утро с мобильного телефона, вы заканчиваете свой день мобильным телефоном и кладете его рядом. И это стало нашим новым ладанкой, крестиком нательным, который снимать невозможно и так далее. И это просто признак реальной цифровой зависимости, которая делает и вас, и ваших сотрудников, и, к сожалению, ваших клиентов все глупее и глупее. Значит, следующее это тренировка навыков мышления. И я хотел показать в своем докладе, что эти навыки мышления это вовсе не решение сложных интеллектуальных задач и специальных справочников, как вам часто рассказывают. На самом деле мышление это способность создавать условия, когда ваш мозг способен обрабатывать ту информацию, которая в него загружается. Если вы эти условия не создаете, ваша машинка просто не работает. И важно понимать, что в основе всего этого лежит наше социальное взаимодействие и эффективная социальность. Только в том случае, если всегда есть люди, для которых вы делаете, с которыми вместе вы делаете, и которые при этом становятся частью вашей дефолт-системы, потому что вы про них постоянно думаете, вы тратите на них время, вы вкладываетесь в них эмоционально. Только если эта конструкция есть, вы опять же можете рассчитывать на то, что и образование, и проекты, которые вы делаете, будут приносить те результаты, на которые вы рассчитываете. Мы живем сейчас в очень интересное и очень опасное время. Главная его опасность состоит в том, что технологии, которые мы создаем, будут недостаточно зрелы для того, чтобы управлять нашим миром, когда мы все впадем в инфантильное детство и где-нибудь на популярном и мощном ТикТоке, так сказать, потеряем остатки своих мозгов. Ну, надеюсь, этого не произойдет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова